Суздаль В продолжении дня Суздаль показывает, что он бывает не только солнечным и добрыжелюбным, а разным бывает он, он грушу как трясет. Ух! Вот так вот. Дождь намечается, судя по всему, даже за грозой. Но мы не боимся, мы бесстрашные. Ну, с пидем пойдем сейчас кататься по окрестностям. Осматривая, так сказать, окрестности Суздаля в дождливую погоду теперь уже. Привет, киса, боишься бури? Не бойся. Я хочу что-нибудь съесть, например. Буря? Ой, яблоко упало. Ого, что село. Ты маленькая. Побаиваешься бури? Не бойся бури. Сейчас дожди, спасайся. А то тебя твой мех не спасет сейчас. Уходим. Что-то ты как заположная какая-то. Нет? Все объясняется очень просто. Кошка не напуганная была, не заположная. А есть хотела просто. Едали сырку поесть. Он сейчас удовольствием его и ест. Кушай словно. Китайся. Так, наше велопутешествие временно отменяется. Дождь же. Пойдем-ка мы зайдем. Да? Пофигу-ка, выпьем-ка. Вон там на верандочке. Посидим-ка-ка там. Видишь, пройдете. Хотя, маловероятно, по-моему, блажной. Лето? Ничего не попишешь. Лето-лето. Была бы зима, снег бы пошел. А летом он дождь должен идти. Вот так он. Так что сегодня мы узнали, почему конь на крыше-то. Здесь конек. Богу приносили в жертву коня. Череп замещили на крыше, как доказательство того, что была принесена жертва. Коня не было, просто вырезали из дерева, например. Тому и называются коньки. О как. Вообще, очень сегодня в фотографическом музее понравилось. Много интересного узнали. Интересного и необычного. Погода все улучшается и улучшается. Да, много воды накопилось на небе. Еще одна кошка, но здесь она сытая, здесь она ресторанная. Она просто от дождя прячется. Да, киса? Ну, дождь. Слава богу, кончился. Сейчас пойдем кататься на велосипедах. Перед путешествием на велосипедах надо подкрепиться. Очень сейчас понравился стейк. Единственное, что я сегодня заказал его уже полностью прожареным. Такая фантазия возникла. Нам привезли хлебушек, овощи запеченные и каре барашка. Рюмочка-водочка, напоминаю, это в медицинских целях для лучшего усваивания продукта. Запка прекрасная. Приятного аппетита. Вот пока мы кушали, дождичек прошел. Цветочки все опять раскрылись. В связи с тем, что дороги размыты, мы решили в Кидыши не ездить. Ну, такую отмазку себе придумали. В этот раз уж не поедем, потому как и далековато, да и еще приедем. Вот, в другой раз съездим. Поэтому, о, кстати, вот почему горшочки светятся. Там лампочки внутри спрятаны, соответственно. Вот, поэтому решили, что мы еще покатаемся по городу Суздалью просто на велосипедах. Сейчас пойдем, возьмем велосипеды и прокатимся по городку. Уж больно городок хорош. Хочу вернуться к вчерашнему разговору. Я говорил о том, что Суздаль не стал великим городом. Ну, видите, не стал в новейшую, в новую уже историю большим городом. Он прекратил свое такое-то развитие, как центрового города в 12-13 веке. Суда татар наслали. Есть даже версия, что, ну, скажем так, недружественные князья выдали Суздаль, татарам, татары его пожгли. Я про что хотел рассказать, что город остался вот в своем младенческом состоянии. Вот Кремль, да, ну, территории Кремля будущего, нынешнего, ну, тогдашнего Кремля, дальнейшее развитие не получило. Вот вал остался оборонительным, мы видим, а крепость уже здесь не была создана. То есть в ту эпоху, когда были нужны крепостные стены, еще до Пороха, но после вот этих эпох рыцарских, да, крепость здесь не строилась уже. Город уже уходил в захолустье. В противном варианте, если бы он был на уровне Москвы, условно говоря, в своем развитии, здесь бы была крепостная стена, здесь бы была дорога, доходные дома. Ну, то, что мы сейчас видим в Москве вокруг Кремлевской, вокруг своего Кремля. А здесь все замерло, часть церквей была бы снесена, заменена новыми, а здесь все замерло. И мы видим город вот в его истоке, вот он, древнерусский город. Ну, здесь уже привнесены, понятно, деревянные страны, какие позже их подвезли, но вот сама суть того древнерусского города перед нами. Так же, как Волоколамска, да, там Кремль и обнесенный валом. Там транспортный путь был с Волоколами, переволакивали сюда. Здесь был торговый путь в свой период времени. Но выиграла Москва, и туда переместилась вся, в общем-то, основная деловая часть. Опять начинается дождь, но мы все равно продолжаем кататься на велосипедах и рассматривать вот этот древний город Суздаль. Нам очень нравится, здесь так приятно и мило. Забавно здесь современное строительство, такие бериндеевые царства, тут некие фантазии на тему камня, бетона, кирпича. Такие подворья симпатичные. Ну, творческо-народные, вдохновленные окружающими историческими постройками. Вот выстраивают вот такие вещи. Блоки с фурническими знаками на фоне древних храмов. Интересно, фантазия. Творческий подход к жизни. Вот так вот. Ну, а мы поехали дальше. Продолжение предыдущего рассказа. Вот очень, очень интересное издание. Река Времени называется, тут он Кабак, из Берлога. Кабак-Берлога. Река Времени это место называется. Ну, гостиный двор такой. В таком абстрактном духе. Симпатично. Ну, а мы продолжаем наш вилл путешествие. Дождик опять закончился. Какой переменчивый тут климат. То начался, то закончился. Ну, а мы гуляем. Продолжаем обзор строений. Вот старые дома, старинные. Дом с подклетью каменной. Сверху деревянный. А вот стилизованная квасная изба называется. Ну, явно. Гостевое подворье. В таком вот. Эдакий дом с мезонином. Пушкарская. 51. Вот. Кафе-квасная изба. А, кафе-квасная изба. Квасная тут подают. В разных видах. В разлив, на вымыв. И покружно. Хорошо общаться хренком к воску, а. Да-да. Здесь еще одна традиция в Суздале. Вот дом может быть деревянный. А колонну ворот. И у калитки. Должны быть каменные. Либо кирпичные. Вот почему так. Не знаю. Ну, видимо, кирпича на весь дом-то не хватало. Так хоть ворота будут. С кирпичными колоннами. Наверное, достаток. Вот там старый вход кирпичный. Вот вход кирпичный. Как-то, видимо, определялся достаток. Либо какое-то отношение. Доехали мы до места. Ильин Лук называется. Вчера мы вот там наверху сидели. Вот там где-то. Вот. Ну. Может, конечно, было по траве подвигаться. Но мы не полезем. Сейчас мокро после дождя. Мы в город. Подъехали к Кремлю. Тут улица Ваграново. И табличка. Улица Ваграново. Названа в 1977 году в память архитектора. Реставратора заслуженных деятелей искусств. Почетного гражданина Суздали. Алексей Дмитриевич Ваграново. Ну, вот. Человек занимался восстановительными работами этого города прекрасного. И увековечен здесь в улице. Улица имени Ваграново. Будем знать. А вот оборонительный вал идет. Наружный. Мы сейчас обдоль не вы. Вот тоже достаточно трогательные воспоминания о прошлом. Это водоразборная колонка. В городах мы уже колодцы не делали. А делали такие водоразборные колонки. Где окрестные жители могли взять воду. Вода подводилась к какой-то башне водонапорной. Может быть, где-то вот, условно говоря, на той церкви могла размещаться башня, куда накачивали воду. Ну, танк с водой. И под давлением он выдавался людям. Открывался здесь вот ручкой. Распиралась, клапан открывался. И вода шла, можно было налить. И отнести в ближайшие дома, вот на этой улице. Скорее всего, это была водоразборная колонка вот этой улицы. Воду же в дом не приводили. Вода же была общественным достоянием. Вот 1775 год. Хранение Рождества Христова. Какое-то здание. Вот любят же у нас очень сильно. Иконописная мастерская. А-а-а, иконописная мастерская. Свято-Николаевский храм. Вот. Откуда вот здесь взялся кэпман? Тут вообще очень интересно. Это же Лондонский кэпман. Ну, Лондонское такси. И даже пропуски есть. Решается проезд. Заключаем стоянка на улице Кремлевской запрещена. Похоже, это самый такси тут местное. Вот экзотики, а. Паркинг-пермит. Ух-то, еще, наверное, даже лондонские какие-то разрешалки. Такси. Там байдерка разобранная лежит. Водительское место и место для пассажиров. Обалдеть. Видимо, привезли из Англии. Ну, купить-то можно. И хотели здесь делать таксообслуживание. Ну, такое такси, Лондонское такси. В городе Суздаль. Прикольно. Чудное все-таки место, волшебное. И говорю, ну, в понедельник, в субботу точно где-то здесь писали. Ну, вернее, повдохновленные этим писали. Лабазы. Рядом такси лондонское. И компьютеры. И птички на кресте сидят. Центр народного творчества такой. Лесовичок показывает. Здесь при советской власти, вот в этом здании, это, наверное, одно из самых старых стилизованных зданий, размещался Центр народного творчества. Ну, для иностранцев здесь за валюту продавали всякие красивые вещи, якобы старинные. Сейчас в городе-то много домов таких стилизованных, а тогда это был, наверное, все-таки единственный. Как мне сейчас кажется. Сувенирный назывался он. А рядом пожарная колонча. И пожарная часть Суздали. И все это вокруг Кремля. Ну, это посад, что называется. Интересно, еще раз обращу внимание, да, все деревянное, дом деревянный, правда, подклеить кирпичное, но обязательно ворота свисят на кирпичных столбах. То есть такая традиция, похоже, древняя. В этом городе именно ворота крепить вот так. А дальше опять деревянное все. Ага, и вот на этом здании, где лавка древности была, тут написано, что памятник архитектуры 18-19 веков восстановлены Владимирским областным отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в 1969 году. То есть уже кто-то все-таки делал попытки восстановить исторические строения в городе. В дворе этого дома летом 64-го года снимались эпизоды фильма Женихва Бальзаминова. Вот он, этот домик. Помните, как там героини Мордяковой? Ты полюби меня, и я добрая. Добрая, я добрая, добрая, я добрая. Так вот, историческом антураже все это снималось. А вот в этом монастыре, у входа вот в эту колокольню, как раз герой нашей выходил под колокольный звон после обряда венчания. А там памятник Ленин стоит. Владимир Чукак без него. А рядом вывеска. Все, город Суздаль, город Побродим, города Ротенбург на Таубере. Вот так вот. Все рядом. Редактор субтитров А.Семкин